Не знаю, что-то просто не мои сказали. Никогда не пропускал и остался верным такой традиции. 96-й городской гимназии сегодня голосует федеральный инспектор республики Ренат Семерзянов. По его словам, проголосовать значит обозначить свою гражданскую позицию. Как положено. Я начинал еще в студенческие годы голосовать. С тех пор ни по каким причинам или поводам пропусков выборов не было. Пример организованного подхода к голосованию сегодня демонстрируют работники Казани Оргсинтеза. Уже утром на избирательных участках и руководство, и профсоюз, и рабочие. То, как мы будем жить завтра, зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня. Про Таирей Алексей Чебаков голосовал сегодня в 72-й казанской школе. Здесь учатся его старшие дочери. На избирательных участках пришел с младшим сыном и супругой. Очень важно, чтобы наши дети тоже понимали, что гражданская позиция, активная гражданская позиция, это очень важно, потому что если мы хотим жить в достойной стране, чтобы нам было отрадно и радостно за свою отчизну, мы должны быть активными. Ачилпана Абдрахманова и свой голос отдала, и ребенка родила. И все в один ответственный для республики день. Почти в 4 утра в семье Абдрахмановых родилась девочка. Ее мама уже сделала выбор будущего для себя и своего ребенка. Родная моя, маленькая, самая любимая. Срок нам ставили 12 сентября, но мы не ожидали, что сегодня она родится. Чуть позже ждали. Но нет, она решила родиться сегодня. Вместе с многочисленными датарстанцами сегодня пришла на выборы многодетная семья Абдрахмановых. Ходить на голосование вместе с тремя детьми уже стало их доброй традицией. Мы сходили на выборы, нам дали браслеты, и мы вечером сходим на концерт. Те, кто не смог отдать свой голос на избирательном участке, сделали это у себя дома. Члены избиркома посетили на дому татарстанцев-инвалидов. А для маломобильных граждан на участках пандусы и специальные кабины. Для незрячих в бюллетене шрифтом Брайля. Доступно, добрался до участка, хорошо встретили, выдали бюллетень, отдельную кабинку. Исполнил все как надо, проголосовал. Ощущение гражданина это всегда какой-то значимый день причастности к жизни в стране. То есть обязательно мне как-то всегда хотелось голосовать. Сейчас это даже стало немножко проще. Я через госуслуги зашел, две минуты оформил электронную заявку и перевел свое голосование из другого участка на ближайшее. Тот же ящик, те же бюллетени, только привозят их группы и под конвоем охранников. Своим правом выбора сегодня воспользовались те, кто находится под стражей. По всей республике на необычных избирательных участках проголосовали более 1200 заключенных. В УИК был получен агитационные материалы, которые были возрешены на корпусах. В принципе, также по телевидению, которое находится в камерах, доводилось до следственно арестованных, их права. Но самую необычную атмосферу сегодня, пожалуй, создали на 45-м избирательном участке. Ослик, зебра, единорог и жираф с улицы Баумана встречают избирателей уже на входе. Так же, как и все, голосуют, но не перестают развлекать пришедших. Выбор для меня является очень сильно семейным праздником, поэтому пришли сюда именно поддержать вот этот праздник, пофоткаться с семьями, детей порадовать.